Здравствуйте! В эфире телеканала Самара ГИС, программа «Разговор по душам». С вами в студии я, Елена Губнова, и врач-психотерапевт Алексей Изотов. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте, Елена! — Напоминаю нашим телезрителям, у нас прямой эфир, телефон студии 202-11-22. Звоните, присоединяйтесь к разговору, предлагайте свои темы, задавайте вопросы. Мы открыты для разговора. — Ну, подписываюсь под тема, о чем сказала Елена. Сегодня у нас предпраздничный день. Наверное, наша передача будет под сенью этого праздника в какой-то степени. — Но это не точно, как говорит молодежь. — Но это не точно, да. И, может быть, мы попробуем продолжить разговор о том, о чем мы говорили в прошлый раз. А в прошлый раз мы говорили о том, что, я напомню, такая была предыстория, обсуждение разговора, о чем нам говорить. Может быть, нам поговорить о втором участнике взаимодействия в кабинете, о психотерапевте или о психологе, да. О том, кто, к кому, собственно, приходят, да. И был такой мини-разговор у нас с вами, Елена. Это разговор традиционный для кабинета психотерапии. Ну, он как будто, он иногда и случается в таком виде, а иногда подразумевается. Зачем говорить о втором участнике, когда помощь нужна клиенту, помощь нужна пациенту. Он, собственно, под прожектором, да, внимания, скажем так, да. Вот. На что я предложил такую идею, она есть в профессиональных кругах, что когда для пациента или клиента психотерапевт появляется как, ну, в некоторой степени живой человек, то есть он появляется из напластования идеализации, напластования объективации каких-то, да. Что значит объективации? Ну, то есть психотерапевт – это некто, кто там подготовился, кто не переживает, кто не имеет проблем. Это идеальный образ. Он и идеальный, и объективный, ну, как будто объективированный с одной, ну, с другой стороны. Что значит объективированный? То есть, а вы к какому направлению принадлежите, спрашивают, да. А какова эффективность вашего направления? Мы сразу смотрим когнитивно-поведенческие терапевты, насколько эффективны, насколько эффективны психоаналитики. Эти эффективности сравнивают. У нас звонок, Алексей. Отлично. Здравствуйте, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Немона, и я хотела вам возвращаться к вашему разговору, тему, которая была в прошлый раз в фигуре психотерапевта, мне очень неинтересна. И вчера, в прошлый раз, была такая фаза, которая мне показалась очень интересной, что человек, приходящий на встречу к психотерапевту, выничает его не сразу. А только какое-то время специалист для него призывается. Вот вы как-то можете это прокомментировать? Спасибо. Спасибо за вопрос. Спасибо за вопрос. Мне очень нравится этот вопрос, его, я думаю, хватит на целую нашу сегодняшнюю передачу. Я так попытаюсь уютно в этом вопросе расположиться. Хорошо, если у нас других звонков не будет. Если не будет других звонков. Значит, попробую с разных сторон к этому вопросу подойти. Ну, во-первых, понятно в определенном смысле, почему психотерапевт или психолог появляется только со временем. Потому что, когда я как пациент прихожу к нему, я занят другими вещами. Я, собственно, занят своим состоянием. Оно вынуждает меня заняться им. Я занят своими какими-то переживаниями. То есть я занят тем, как говорят специалисты, материалом, теми мыслями, может быть, которые меня одолевают и которые являются теми симптомами, жалобами. Даже вот я подумала о том, что симптомы, которые, например, я опять на себя, мне легче так, принесла врачу, мне нужно заглянуть в себя и найти слова, которыми я вот хочу достаточно точно описать то, что со мной происходит. И в этот момент, наверное, да, я тоже не замечаю того человека, который напротив меня. Вопрос второй, даже если мне, как, допустим, пациенту поставят такой вопрос, ты не замечаешь, я задам встречный вопрос, зачем я должен замечать. То есть мне нужно понимать, может быть, мне кто-то растолкует, может быть, мне мой специалист растолкует или я где-то об этом почитаю. Какая в этом польза? Но это же не свидание, в конце концов, где я пришел на свидание к другому человеку. Это не, не знаю, не театр, где мое внимание сфокусировано на актере на сцене, да, и я на него смотрю, ну, что он там делает, да. Здесь я пришел занятый собой, ну, в определенном... Ну, интересно, как раз в театр-то мы приходим уже заранее с ожиданием посмотреть на других. То есть вот мы не настолько сосредоточены на себе, чтобы вот прям не замечать того, что происходит на сцене. Наверное, все по-разному. Но вот этот момент, если мне расскажут или как-то меня осенит, зачем замечать другого человека в кабинете психотерапии, а со временем меня, наверное, осенит, или об этом, по крайней мере, будет разговор. Ну, потому что мне также приходится или я до этого, ну, там, не знаю, дозреваю, доживаю, чтобы замечать супруга или супругу другого человека, да. Я понимаю, что только вдвоем мы способны сделать что-то, ну, например, там, то самое совместное, я не знаю, радость и счастье, оно зависит не от меня и не от него, ну, индивидуально. Это какая-то совместная работа, да. Так же, как это в массе других вопросов жизненных, ну, с ребенком, например, и так далее, да. И в кабинете психотерапевта, соответственно, вот этот живой человек, ну, этот человек напротив, он какие-то реакции дает. Я иногда, наверное, кто-то сказал бы, что этот процесс похож на процесс, может быть, рождения, причем для двоих людей. То есть я сначала замечаю человека напротив частично, ну, брошку какую-то, красивую брошку у вас сегодня, Елена, да. Здравствуйте. Добрый вечер. Так, вы в эфире, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Екатерина. Скажите, пожалуйста, у меня тоже такой возник вопрос во время беседы. А скажите, а бывают такие пациенты, которым нужно наоборот ориентировать на себя? Ну, то есть которые очень переживательно относятся к такам? То есть они приходят и переживают, а что же с терапевтом происходит? Спасибо, Екатерина, за вопрос. Он в нашу копилку. Я надеюсь, что я понял вопрос. И действительно, ну, мы говорим скорее не о том, что есть люди такие или сякие. Ну, я не знаю, красные, зеленые, синие и так далее. Да, то есть они таким образом сконфигурированы. Скорее они таким образом сориентированы. То есть это скорее не про людей, а про поведение. Да, приходит человек, который сильно ощущает, осознает это или не осознает зависимость от мнения другого человека. И почему-то тоже представил человек, неважно, там, мужчина, женщина, который приходит к терапевту и говорит, вот они вот такие сякие розыдыки, и вот вы тут еще сидите, тоже такой сякой розыдыки меня слушаете. И вот, ну, вообще весь мир против меня, и вообще ужас, что делать с этим? Ну, весь мир против меня. Мы с вами начинаем немножко абстрактными категориями говорить, но никуда не денешься. Мы периодически конкретизируем, уходим в абстракции, опять конкретизируем и так далее. Наши сегодняшние телезрители помогают нам, задавая, ну, какие-то конкретные вопросы. Да, наверное, кто-то приходит с ощущением, что все против меня, и это парадоксально, но все равно я прихожу к психотерапевту, которому тоже изначально не испытываю доверия определенного. И если нас кто-то сейчас смотрит и задается вопросом, а как человек может прийти, да ну вот приходит. Да приходит и говорит, вы мне даете таблетку, да, от всех моих невзгод, и вообще, почему вы так дорого берете? Вопрос Екатерины, мне кажется, может быть не только про таких людей, которые с недоверием, а те, про тех людей, в том числе, которым кажется, что все другие их оценивают. Как они себя ведут, что они, то есть все другие, в некотором смысле, они соотносят свое поведение, свои высказывания, может быть, какое-то свое существование с окружающими людьми, считая, ну, воспринимая их реакцию очень значимой для своей собственной жизни, ну, максимально значимой, то есть, и вопрос Екатерины, я так услышал, тогда этот человек сфокусирован не на самом себе, ну, точнее, у него может что-то болеть, у него может быть какое-то недомогание, но сигналы от других людей более значимы для него, поэтому, когда, может быть, другой значимый человек, психотерапевт скажет, а давайте посмотрим, что у вас внутри, то это будет согласованное действие. Он скажет, окей, давайте посмотрим, внутри у меня тоска, или внутри у меня боль, или внутри у меня слезы, или, вы знаете, внутри, ну, там… Пустота. …в себя. Я как-то не очень привык наблюдать. Вот, буквально, недавняя ситуация, пришел молодой и социально успешный мужчина, который сразу, сходу сказал внутри меня, ну, просто вот отсутствие чувств каких-то хороших или плохих, ну, то есть, я понимаю, когда что-то приятно, я понимаю, когда что-то не… Ну, понимаю, это скорее больше вот через… Ну, переживаний в этом смысле нет, и к такому состоянию очень хорошо подходит вот это латинское слово «ангедония», да? Ну, я думаю, что сейчас все образованы. Нет, решивка, у тебя Алексей. То есть, неспособность «ан» отсутствия или отрицание «гедония» – это способность испытывать удовольствие. То есть, это неспособность испытывать радости и удовольствий, ну, в жизни, в тех событиях, которые точно знаю, что я на свидании, у меня должно биться сердце, у меня должно еще что-то, или там я с семьей, да, или я с семьей пришел в кино, а меня, ну, да, вот какие-то картинки движутся, но у меня ничего по этому поводу. Или у меня, не знаю, там какая-то катастрофа на работе, я бы должен переживать. У этого есть защитная сторона, я бы должен переживать, но я чувствую, что мне как-то, в общем, все равно. Даже если это все сгорит синим пламенем, я, конечно, ну, расстроюсь, но сильно вот как-то по этому поводу переживать не буду. По крайней мере, люди ощущают, что вот эти… спектр эмоциональный срезан. Вот интересно, я подумала, нам Елена задала вопрос, как пациент замечает психотерапевта, да, и вот Екатерина… Или зачем? Да, ну, как это вообще происходит, да. И Екатерина задала вопрос, а нужно ли вот возвращать пациента наоборот? Бывают ли люди, которые приходят… Мне хочется немножко перевернуть, бывают ли ситуации, когда психотерапевт не сразу замечается своего пациента с первой встречи, и бывают ли ситуации, когда психотерапевту или пациенту приходится психотерапевта возвращать как-то к себе там, да, и немножко тоже адресовать его к себе. А вот вы, как вот, мнение у вас какое там, стоит ли разрушать семью там или что-то там поступать в какой-нибудь институт, получать какое-нибудь образование? То есть насколько это обоюдные процессы и вот этот компас способен меняться прям вот на эти 180 градусов? Ну, это, безусловно, обоюдный процесс, на мой взгляд, и проблема здесь не в том, я бы проблематизировал историю не так, что мы друг друга не замечаем, это, ну, как это, какая-то обычная вещь, и уж тем более я не сторонник того, чтобы, ну, этим попрекать людей, ну, да, там, ты меня не увидел, я тебя не увидел. Я просто знаю, что есть часть, ну, разные есть психотерапии, в том числе вот такие достаточно, как это сказать, ну, не то, что агрессивные, а такие конфронтирующие, да, где специалисты, в общем… Провоцируют. Да, специалисты сразу, там, сознанием дела, несознанием дела указывают клиентам, пациентам на то, что те их не замечают, а заняты собой, ну, в таких нарциссических каких-то кучах своих собственных пребывают. Иногда это нужно, но очень редко это работает в лоб, когда человеку говорит, слушайте, ну, вы заняты только собой, вот, больше никем, и это, ну, очень редко проходит вот в таком виде. То есть человеку нужно донести еще эту информацию и показать, как это происходит. Возвращаясь к вашему вопросу, это, безусловно, встречные курсы, и, безусловно, я думаю, ну, не безусловно, я думаю, что одно из, один из навыков, который со временем развивает или тренирует психотерапевт или психолог консультирующий, он в том, чтобы из всей массы того, что говорит и делает клиент, пациент в его кабинете, добывать понимание какое-то. И сообщать о своем понимании человеку, который пришел, если это ответ на ваш вопрос, да. То есть я сначала могу пациента видеть, ну, формально, со стороны жалоб, вот он мне что-то сказал, я там не сплю, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Это похоже, наверное, на кружение такое, да. Люди кружатся друг вокруг друга, ну, есть ли какие-то такие спирали или какие-то… Тут кружатся в коммуникации. Кружатся в коммуникации, приглядываясь и какие-то крупицы понимания собирая. И я и в своем опыте вспоминаю эти истории и периодически вижу в литературе, которую пишут коллеги, насколько важным являются те моменты, когда человек, который пришел к психотерапевту, начинает чувствовать, что его видят и понимают. Ну, вот как в аватаре «я тебя вижу», да, ну, это аналог «я тебя люблю», ну, в таком, в каком-то широком смысле, да, «я тебя вижу», ну, то есть ты для меня как-то проявился. Ну, ты есть для меня, по крайней мере, да. Да, причем ведь сказать просто «я тебя вижу», как это почувствовать, и вот психотерапия – это одна из тех работ или тех сфер, где это чувство взаимное возникает, да, и оно оказывается для части людей, которые пришли за тем, чтобы, может быть, их увидели, да, для того, чтобы они начали решать какие-то свои задачи. Для них это оказывается важным, а у терапевта это такая, ну, развиваемая в некотором смысле способность не делать поспешных заключений. То есть это постоянный в какой-то степени пересмотр того, что я знаю о человеке, что я чувствую и так далее. Постоянно какое-то такое приближение. Провокационный вопрос задам вам, Алексей. Я надеюсь на него. Ну, бывает же у нас, мы читаем книгу, и мы настолько там в каких-то своих еще параллельных мыслях, что страницу другую перелистываем и спохватываемся, не помним содержание, да, то есть мы обнаруживаем себя в тот момент, что мы уже о чем-то думали какое-то время, и содержание книги упущено. Вот вы, как психотерапевт, обнаруживали в себе такие состояния, что вы слушаете пациенту, рассказываете свою историю, вот раз, не помните, там, последние 15 минут, о чем он говорил. И тогда что это? Это вопросы к психотерапевту, или это может быть частью именно терапии, пациент вот в такое состояние терапевта тоже чем-то вложился? Ну, если мы про танец говорим, да, что вот и кружат, кружат два человека в кабинете, в коммуникации. Ну, мне симпатична идея, что то, что происходит в процессе общения, даже вот такие временные отключения, казалось бы, отключения. То есть если мы не подходим, а мне все-таки кажется, что это явное зауживание и обкрадывание себя, если мы подходим к беседе только как к обмену структурированной информацией, вы мне структурированное что-то, я вам что-то структурированное. Ну, я думаю, что такой подход базируется на полном непонимании, кто такой и что такое человек. Да, человек в основном мало иррационален, мало структурирован, и слава Богу, я бы вот так сказал, да. Поэтому, когда психотерапевт… Я думаю, женщины даже больше, чем мужчины. Если вы говорили, что мы были дегидой, да, 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 настоящего праздника. И даже если в процессе разговора психотерапевт или, значит, психолог улетел в такое сновидение, двух- или трехминутное, или пятнадцати минутное, ну, он о чем-то грезил, да. Ну, пятнадцать минут, наверное, это я… Где-то был… Лешканул, нет? Ну, может быть, истории, вот, почитать известных психотерапевтов там может быть и больше. Ну, какой-нибудь, условно, Фридрих Перлс спал на какой-нибудь групповой сессии, да, в течение какого-то времени. То есть, если мы себя за это не критикуем и не ругаем, что мы вышли за рамку какого-то представления, да, то это становится вполне себе информацией о том, а что происходит, почему. То есть, когда это кажущееся отклонение, можно обмыслить, можно как-то встроить в эту общую картину. Ну, наверное, это уже определенный уровень доверия должно быть между специалистом и пациентом, потому что если на первой встрече сказать пациенту, ой, извините, я тут пятнадцать минут прослушала, то, возможно, пациент не поймет. Но если уже была до этого какая-то работа проделана, и процессы, происходящие в коммуникации, уже были озвучены, проявлены, как-то разъяснены друг с другом. Я с вами, Елена, соглашусь, но мы каждый раз, вот, и мне забавно это и про себя слышать, ну, потому что я пользуюсь такими же категориями. Вот вы сказали уровень доверия, и ведь это, ну, на мой взгляд, несочетаемые вещи. Мы можем измерить уровень воды, то есть мы можем говорить о каком-то уровне воды, мы можем говорить, не знаю, об уровне еще чего-нибудь, да, ну, высчитать, да, уровень – это всегда некий подсчет, то, как можно измерить доверие, да. Уровень доверия или уровень заметности специалиста, вот то, о чем мы сегодня говорим, или заметности пациента. Да, это отчасти эхо тех самых моментов, о которых мы с вами касались, но всерьез еще… Структурируемость, когда мы говорим, это тоже, наверное, попытка запихнуть в структуру неструктурируемые штуки. — Попытка запихнуть в какую-то структуру, попытка обсчитать, попытка, и понятная попытка, потому что с ней, как кажется, легче, да, то есть если мы измеряем уровень доверия, как можно измерить уровень доверия, я не знаю, предложить какой-то опросник из, там, ста пунктов, да, готовы ли вы, ну, там какие-то, я уверен, даже есть такие, наверное, опросники, сейчас я на вскидку не вспомню. — Но при этом в них погрешность сильная, которая зависит от ситуативности, да, от эмоционального состояния отвечающего. — Ну, в общем, да, а с другой стороны, ведь мы вполне можем говорить о доверии, то есть мы как будто, ну, я не возьмусь говорить об уровне, какое оно, выросло или не выросло, вот сейчас оно такое, а завтра оно другое, да, в целом, может быть, какое-то потепление происходит, какое-то большее доверие друг к другу, да, способность говорить друг к другу. — Узближение, отдаление, да, если вот… — Вот, да, то есть о доверии мы можем говорить, как будто об уровне, как о способности его посчитать, ну, нужны какие-то другие, я думаю, ну, механизмы, да, другие способы какие-то сориентироваться в этом доверии. Вот, нам, мне кажется, нужно вернуться и, может быть, да, вернуться к этой идее про проявление психотерапевта. Здесь тоже есть разные направления. психотерапевты по-разному себя ведут, по-разному себя предъявляют пациенту, да. — Например, психоаналитики стараются сохранить нейтральность. Не готов сейчас, Елена, об этом говорить, потому что психоаналитики есть разные. Мы уже с вами говорили о том, что пациенты, которые к ним приходят, разные. И с кем-то нейтральность это… Ну, просто это в книжках написано в этом, так сказать. Можно заглянуть и свериться. Нейтральность с кем-то – это очень хорошо и полезно, а с кем-то это категорически нет. То есть с кем-то это не должна быть не нейтральность, а, например, вовлеченность эмоциональная до некоторой степени. — Ну, и даже телесный контакт, там, взять пациента за руку. — Ну, может быть, да, какого-нибудь сильно тревожного и достаточно нарушенного, да, боящегося войти, ввести в кабинет и посадить, показать стул, и, может быть, вполне будет… — Дружески по плечу похлопать. — Ну, я тоже про такое читал просто. — Да, я думаю, что наши телезрители тоже читают, благо литературы сейчас много. Вот. И вот эту идею, может быть, я хотел бы сегодня завершить, чтобы нам ее не растягивать, что вот это взаимное появление, ну, в данном случае, если мы говорим появление психотерапевта или психолога, я намеренно разделяю, по-прежнему это разделение существ, по крайней мере, для меня, да, это в медицинской модели психотерапевта и в немедицинской модели. — Ну, мы также с вами в паре говорим клиент-пациент, да, подразумевая, что клиенты все-таки у психологов, пациенты у врачей, психотерапевтов и психиатров. — Оставляя за кадром массу вопросов, что эти два мира сильно соприкасаются, кому-то кажется, что они сливаются до неузнаваемости, кому-то кажется, что они должны быть разделены. Это отдельный там методологический вопрос, как здесь должно быть. Вот. Но вот это вот появление в поле зрения, оно становится хорошим ресурсом для пациента и в качестве того, что он оказывается не один в тех вопросах, с которыми он пришел. И это такая очень хорошая прививка от нарциссических тенденций, которыми вот многое сейчас пронизано. Что значит нарциссическое? — Прививка для кого? — Прививка, ну, в данном случае для пациента, да, или работа по снижению, некоторому снижению нарциссизма, ну, назовем его такого неадаптивного, избыточного, да, где, может быть, даже сильно предлагаемого в текущей культуре, где человек должен быть самостоятельный, полагаться на самого себя. Тут мы тоже краем, да, об этом говорили, потому что это, ну, входит в противоречие. — Много всего заниматься саморазвитием, чтобы у меня была только самая уникальная история, были самые лучшие вещи, гаджеты. — Да, если я такой самостоятельный, как мне можно обратиться за помощью, и кому, и до какой степени, и каким будет это взаимодействие? Все-таки, на мой взгляд, вектор развития человека в том, что он, зная о своей самостоятельности, и, ну, как-то принимая, что ли, увеличивая ее, он также знает о своей вовлеченности в других людей и вовлеченности других в себя. И это не становится для него ни шоком, ни открытием, ни обременением, что он в кого-то вовлечен, ну, как сейчас модно говорить, зависим, да, и кто-то в него вовлечен или зависим. То есть это становится, ну, его жизнью. Вот для меня вектор взрослости в эту сторону. Вот. Поэтому, возвращаясь к этой мысли, появление психотерапевта изменяет и структуру разговоров. То есть они начинают иногда говорить о том, как это в текущем моменте, как для одного, как для другого. Психотерапевт в какое-то время становится тем другим человеком, ну, может быть, с большой буквы. Другим, без которого невозможен я. Об этом много и философии есть, да. То есть я невозможен без того, что есть другой человек. Ну, это где момент, где психотерапевт уже может делиться и называть свои чувства, которые он испытывает? Ну, возможно. До этого тоже надо дозреть. И про это тоже нужно понимать, зачем это нужно. Зачем время терапии, где один приходит... Зачем я... Ну, допустим, это платная психотерапия, да. Зачем я трачу свое время и свои деньги и прихожу, чтобы услышать ваши чувства или там ваши мысли, что вы обо мне думаете. До этого к этому пониманию тоже надо подойти, да. Потому что я не хочу услышать ваше, я хочу слышать свое. Ну, старт может быть с такой позиции, да. Или вот вы мне говорите, а что мне с этим делать? Или вы говорите, что вам как-то там, что вы как-то отреагировали. Я, например, буду скорее бояться, ну, так называемых негативных чувств, что вам было скучно, что я выглядел глупо, что вы думали о чем-то другом и так далее, да. То есть до этого надо дозреть. То есть в каком-то смысле это заканчиваю, да. Психотерапевт немножко сдувается, становится человеком и становится человеком его пациент. Наверное, так. Спасибо, Алексей, сегодняшний разговор. Спасибо Елене и Екатерине за вопросы. Мне кажется, они очень ожидаются. С наступающим вас праздником, дорогие дамы. Всего доброго, до свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Кулакова